Придумать такой многочлен, что у него есть отрицательный коэффициент, но при этом у всех многочленов вида p квадрат, p куб и так далее, все коэффициенты положительные. Не решить. А между тем, эта задача легчайшая. Задача действительно абсолютно легкая. Надо просто не побояться и взять и сделать так. Многочлен взять такой. Единица плюс x. Конечно, плюс x это что мы так... pfц будет побольше. Дальше внимание. Минус сколько-то там x квадрат. Это мы потом поймем. Сколько взять этих самых x квадрат. И... И x квадрат, и x четвертый. Нет, хватит. Давайте я думаю, x квадрат мне хватит уже. Я думаю, x квадрат мне уже хватит. В чем идея? В том, что я сейчас возьму x настолько маленьким, что у многочлена p квадрат все коэффициенты будут положительные. И у многочлена p куб тоже все коэффициенты будут что? Положительные. Если мы проверим этот факт, то почему будут положительные все коэффициенты у pf5? Это очень просто. pf5 это p квадрат умножить на p куб. А p в шестой это что такое? Это p куб на p куб. Ну или если угодно, p квадрат на p квадрат на p квадрат. Значит, мы должны проверить всего лишь два факта. Что при достаточно маленьких епсилон, и у p квадрат, и у p куб все коэффициенты что? Положительные. Положительные. Ну давайте подумаем. Давайте подумаем. А собственно, почему бы это и не доказать? Ну давайте сначала посмотрим, что такое p квадрат. Что такое p квадрат? Это 1 плюс x квадрат плюс епсилон квадрат x в четвертый плюс x в шестой. Согласны? Это квадраты. И теперь пошли удвоенные произведения. 2x минус 2 εx квадрат плюс 2x куб минус 2 εx куб плюс 2x в четвертый. И минус 2 εx в четвертый. Согласны? И тут я должен сказать, что произошла беда. Беда вот какая. Возникло 2 εx в четвертый. Я, конечно, молодец, что позаботился, чтобы перед x геэффициент был положительный, небольшой, все хорошо. Но я ровно такую же вещь забыл здесь. Поэтому что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Сюда еще вписать. x в четвертый. x в четвертый. Что тогда добавится? Здесь добавится x в восьмой. Замечательно. Здесь добавится удвоенное произведение. Здесь добавится 2x в четвертый. Здесь добавится 2x в пятый. Так, дальше что здесь у нас будет? Минус 2 εx в шестой. И еще добавится 2x в седьмой. Господа, а вот сейчас уже ситуация совершенно очевидная. Потому что свободный член – это единица. Коэффициент при первой степени x – это 2. Тоже положительное число. Теперь смотрим. При x квадрат это будет единица минус 2 ε. Согласны, что это число положительное? Если епсилон достаточно маленькое. Да. Отлично. При x куб какой коэффициент? Двойка. А дальше уже можно не смотреть. Потому что дальше идет минус 2 ε. А если ε достаточно маленькое, то это что будет положительное? Понимаете? Если ε – это маленькое число. Если x – это 1 десятая, то что здесь будет? Здесь будет 2 минус 2 десятые. Мне же не так важно, какое оно. Понимаете? Мне важно, что оно есть. Вот. Что там еще? То же самое с x четвертой. 2x четвертой. 2x четвертой. ε квадрата. Эпсилон квадрата. А, там плюс. Да, да, да. В пятой. А здесь вот какая история. То самое. 2x в пятой минус 2 ε. Понять этот смысл? Вот. В шестой степени здесь вот минус 2. Да, но здесь есть единица. Здесь есть единица. Поняла? Так. Теперь, что делать с p в кубе? А на самом деле даже считать его не обязательно. Дело в том, что если вы берете ε равно 0 и возводите вот этот многочлен, 1 плюс x, плюс x куб, плюс x в четвертой, в третью степень, то вы получаете многочлен, в котором все коэффициенты будут натуральными числами. Ну, как получить, скажем, x квадрат? Да просто x квадрат возвести. Как получить x в четвертой? x умножить на x куб. Как получить x в пятой? Надо x умножить на x в четвертой. Понимаете? Все коэффициенты будут натуральными числами, больше нуля. А теперь берем и вписываем сюда вот это вот наше минус епсилон. При маленьких епсилон что оно может сделать? Чуть-чуть некоторые коэффициенты могут уменьшиться. Но некоторые могут даже увеличиться. Не важно. Важно, что сильно это не повлияет. Согласны? Ну и поэтому я уверен, что, скажем, епсилон равно 1,10. В общем, кому не лень, берете компьютер на программу, который перемножает многочлены, вводите, на вас вводите. А для человека, в общем, даже в этом числе делать не обязательно, потому что и так понятно, что маленькое изменение коэффициента, только чуть-чуть изменение коэффициента. Если они все были натуральные числа, то шансов стать коэффициентными у них нет. Согласны? Согласны? Согласны?